Друзья, всем привет! Меня зовут Илья Андреев и вы на канале Ушатайка. 7 мая Александр Шлеменко наконец-то проведет бой. Во Владивостоке на турнире AMC Fight Nights он подерется с Марсио Сантосом. До этого Шлеменко бился с бразильцами в ММА 8 раз. В интервью Ушатайке он в деталях рассказал о каждом из этих боев. А рассказать есть о чем. Тут и два судейских ограбления в поединках с легендой Валитуда. И бой с Жакаре Соузой. И нокаут на глазах у Путина. И победа, при помощи которой удалось купить квартиру. И огромный Бруно Сантос. И, конечно же, разнос Майкела Фалькао в титульнике Беллатор с последующей цитатой про бразильцев, которые вон там лежат. Приятного просмотра! Вам тогда был 21 год. Вы поехали в Бразилию, в Манаус. Это Амазония. Это вообще очень экзотический город, я думаю, для любого россиянина. Как вы там оказались? Как это вообще все получилось? Ну, так получилось. Вообще там интересная ситуация получилась. До этого я еще там был уже полторы недели в Бразилии, только в Сан-Паулу. Я был на чемпионате мира по панкратиону. Мы своей командой в Омской области выиграли чемпионат мира по панкратиону. Там остались отдохнуть. Особо я не тренировался. И прикол в чем выступал-то? Я 84 килограмма. А весил я где-то 80 килограмм. И там еще прожил уже, получается, неделю. Тренировался чисто у себя в номере, там так помахал руками. До этого выступил еще на соревнованиях. Короче, такой чисто любительский опыт. Потом приехал Алексей Жернаков. Мы с ним встретились впервые, наверное, я с ним встретился. Ну, я имею в виду, нет, не впервые. За границей, наверное. Ну, короче, не впервые, да. Встретились с ним в Сан-Пауло, в аэропорту и полетели дальше в Манаус. Ну, конечно же, когда я прилетел в Манаус, это было совершенно другое. Это, во-первых, был первый раз в моей жизни пятизвездочный отель. Это питание трехразовое, шведский стол. А хочу сказать, что в Бразилии, кто знает, бразильский стейхаус есть. Что-то скорее. Там как раз был и, блин, там всякого мяса было, куча. И я просто отъедался, 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 приехал туда 80 килограмм. Но сильно, конечно, не отъелся. Но вот такая вот ситуация была. Бой тоже сложился в целом очень, ну, неоднозначно и в целом нормально. Потому что все даже местные болельщики... Это был главный бой, кстати, вечера. Хочу сказать, я сразу же попал в главный бой вечера. Вообще в моей жизни так получалось. Я в главных боях вечера, не в главном карте, чтобы люди понимали, а в главных боях дрался больше, чем обычно. Вот из своих 74. И это, ну, я считаю, это заслуженно. То есть это не просто так меня тут оставили, а за стиль, за интерес. И вот, как я вот сейчас уже понимаю, это точно. Потому что я туда приехал. Привозили меня туда не для того, чтобы я выиграл. Однозначно. Потому что звезда местная, это был Апеле. Он был очень известный боец. Легенда Валитуда боев был. Но я его особо не знал. Потому что я не особо интересовался боями. И как-то... Ну, предложили бой в Бразилию, съездить в Бразилию, подраться. Что, плохо, что ли? Поехали, конечно. И все. И многие болельщики, и многие зрители местные. Потому что там были только местные зрители. И дрались мы на открытом воздухе, кстати. Там жарко было. Где-то 40 градусов тепла было. Это же джунгли Амазонии. И там в джунглях это все происходило. И посвящено это было именно защите от вырубки от джунглей. Поэтому... Я думаю, поэтому это было. И многие за меня болели и были недовольны решением, когда подняли руку ему. Потому что считали, что выиграл. И потом уже было, знаете... Хоть я и проиграл этот бой, но... Там, когда я гулял по отелю на следующий день, меня поздравляли, подходили, говорили... Congratulation. Ну, я тогда немного знал слов, но это слово я знал, что ты бой выиграл. Такой вот. Ну, очень-очень хороший опыт я получил на самом деле. Вы же тогда, получается, на коротком уведомлении, на совсем коротком вышли. Да сложно сказать. Почему на совсем коротком? Ну, смотрите, вы прилетели в Сан-Паулу, побыли там полторы недели, и вам говорят... Нет, но у меня же... Смотрите, я бы мог не ехать от чемпионата мира по панкратиону, а мог поехать на бой в спеле. Просто я в китом бою вообще не готовился. Я готовился к чемпионату мира по панкратиону, для меня это было важнее. А это, знаете, как... Ну, я говорю, я относился по-другому. Раньше люди относились по-другому к боям. Я думаю, если вы брали у Алексея Леника интервью, это один из таких же, как и я, первооткрывателей, он вам объяснит, что раньше брали все бои. Там не было короткого уведомления, короткого даже понятия не было. Тебе могли предложить, завтра поедешь драться. Главный вопрос был веса. Но вес тоже никто особо не гонял. Я же вам говорю, я спокойно приезжал при весе 80 кг, спокойно выступал в 64. Меня даже не волновало, сколько гоняет этот Пеле, будет ли он в весе. Как-то по барабану вообще. Я, конечно, пересмотрел бой. Честно сказать, вас ограбили, как мне кажется. Ну, потому, конечно, публика-то не снистила. Жозе Пеле Ланди. Молодой, 21 год тебе, и ты дерешься с легендой. Просто тоже люди, многие любят говорить, вот, а что ты там не нокаутировал или что ты там не сделал. Ну, блин, тяжело это делать. Ну, так что, так что вот так. Ну, знаете, я не особо парился на самом деле. Да, меня расстроил, конечно, хотел выиграть. Ну, на самом деле, даже организатор подошел после боя и сказал, что ты выиграл, мы тебя дальше будем приглашать. Ну, и дальше приглашение было не очень, конечно, хорошее, но... Об этом дальше, да. Ну, то есть вы даже понятия не имели, что он там у Мэтта Хьюза выигрывал, у Пэтта Милетича с Чаком Лидделом. Потом я, нет, потом я это все изучил, и то, что он на жопу сажал этого Чака Лиддела с ноги в голову, я тоже это все потом уже посмотрел. А сначала я как-то, ну, не особо заморачивался. Обратил внимание, у вас в этом поединке несколько обэкфистов зашли. Когда вы, кстати, вообще обэкфистов свой арсенал вели? До самого первого боя. Вот, с самого первого, недавно как раз свой первый бой посмотрел случайно. Да, да, да. Интервью подверг Саша Летиков. Как раз вот, я на самом деле бэкфист еще стал без любительской карьеры, с армейско-рукопашного боя. Я работал в такой манере, только я работал. Основная моя манера была это бэкфист и колень. В рукопашке больше так никто, наверное, не работает. И до сих пор не работает. ЖКР тогда, он только-только начинал в ММА, у него был 1-1. Тогда Райкард, то есть он был известен только как грэпплер. Но бой для вас, конечно, прямо скажем, наверное, один из худших ваших вообще боев, мне кажется, за все время. Ну, это опыт. На самом деле это опыт. Опыт в первую очередь, потому что я не сдался. Это первое для себя, вот как тренер я оцениваю. Не сдался, значит, ты не проиграл, ты не сломался. А то, что, да, ну отношение такое, вы поймите, опять я приехал 80 килограмм весом против лучшего грэпплера мира. Совершенно не знаю, какие приемы он будет делать. На шару, по сути, приехал, вот и все, отношение такое было. Ну и закономерный итог, он меня душил. Я на самом деле боялся, думал, что он сейчас будет переходить на рычаг локтя и к этому готовился. Но он меня взял в треугольник руками, и это для меня вообще было откровение. Впервые в жизни я вообще познакомился, что это такое. Ну вот, вот так. А это, кстати, был первый случай, когда вас в бою до отключения душили? Не, ну это вообще первый случай, когда я вообще отключился. Потому что я никогда сознание не терял в жизни. И это, знаете, так, ну очень психологически так. Ну, не скажу, что тяжело пережить. Ну, такой опыт, который запоминается. Я его до сих пор помню. Его забыть, наверное, никогда в жизни не получится. Потому что, ну, по сути, бац, тебе выключили свет. Ты открываешь глаза и перед собой видишь лицо чернокожего человека. И представьте, для меня, я не так-то их много видел в своей жизни. Я не могу понять, что произошло. Почему здесь чернокожий какой-то человек стоит передо мной. Свет горит. Я вообще, ну, короче, не из приятных ощущений, на самом деле. И вспоминать такое, ну, не очень приятно, на самом деле. Ну, это опыт, опять же. Опять же, знаете, здесь же, как, как вот я всегда сам во всех интервью говорю, что пропал не тот, кто в беду попал, а кто духом упал. Главное, духом не упасть. Тебе с этим жить. Я знаю, что всегда тебе будут говорить, всегда тыкать. Ну, а что делать? Это опыт. Вы тогда намеренно не отключались? Или все-таки это как-то само по себе просто... Не сдался, что ли? Да, 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 да. Ну, намеренно у меня уже был такой, не то чтобы план, но я же и в России дрался. И мне до этого брали и армбары тянули, и многие вещи делали просто. Ну, у меня такая установка просто для себя была. Это не то чтобы, знаете, установка. Люди, которые этого не понимают, они не понимают. Ты же не намеренно идёшь на травму. Ты намеренно идёшь на тот момент, чтобы выдержать. Мы же не знаем эту грань. Вот поверьте мне, очень много случаев было, когда ты вытерпливаешь, когда у тебя получается вытерпеть. У моего ученика, к примеру, Александра Сарнадского, был бой давным-давно на М1. И, по-моему, это был М1. Когда он заснул, не сдался, но судья остановил, и он пришёл в себя, и всё, и выиграл бой. Такие тоже были случаи, понимаете. Поэтому, ну, здесь вот говорю, как бы я не намеренно... Я просто думал, что я вытерплю. Тем более, тем более я попал на приём, который я попал впервые в жизни. Я не знал, что такое треугольник руками. Ну, извините, да, в Омске с джиу-джитсу были проблемы у нас. Не было, и не был партия, у меня его вообще не было, по сути. И для меня это было... Я не понял, что происходит. Ну, взял он меня, дал он меня душит. Но я думаю, ну что, потерплю и вытерплю. Ну, не вытерплю. Вот, кстати, небольшое отступление от боёв с бразильцами. У вас первое поражение в рекорде – это от Бестана Исаева, как раз-таки Арбара. Видео этого боя я не нашёл, честно говоря. Именно вашего вот этого первого... Ну, там, знаете, интересная ситуация была. Я вам скажу, представитель Беслана Исаева, его тренер, его менеджер, ну и все, был рефери того боя. Так. Ну, я думаю, всё, да. Дальше. Как бы, как бы, смотрите, здесь был технический сабмишн. То есть, на усмотрение рефери была остановка. То есть, сдачи не было. А была, была Арбар снизу, то есть, он мне взял. Я не могу сказать, что бы там произошло, сломал бы он мне руку, не сломал. Ну, протестовать на тот момент я особо тоже не стал. Я же говорю, у меня отношение такое было как-то. Ну, как, знаете, как в любителях, в большей степени. Но я вам точно хочу сказать, что с моей стороны сдачи не было. Там была остановка рефери. Он снизу, то есть, я был сверху, он снизу взял амбар. Это было давно, и я уже не помню, было ли мне больно вообще тогда или нет. Ну, да, этот Беслан взял, взял приём, и всё, и была остановка. И вы же, кстати, потом ещё говорили, что хотели бы снова с ЖКР сразиться, учитывая то поражение. Ну, конечно, ну, смотрите, потому что все поражения, и из них ты берёшь какие-то уроки, какие-то ошибки, исправляешь. В своей жизни у меня было как минимум три реванша. Это с Бесланом Саевым, я сделал ему тоже приём. Это с Хоузи, с Хоузи, и это с Венером Галиевым. И все эти бои я выиграл. Поэтому я бы и здесь хотел то же самое, потому что я сделал правильные выводы, как я считаю. И чтобы в этом удостовериться, нужно исправить просто. А как ты её исправишь? Только реванш. Я же ещё раз говорю, знаете, и на будущее, вот, хочу сказать молодым ребятам, главное не проиграть самому себе. Неважно, убьют вас, сломают, что-то с вами сделают, но вы останетесь духом сильным. Никто вас не сломает, пока вы сами не сдались, пока вы сами не признали своё поражение. Поэтому вы всегда можете вернуться, вернуться сильнее и забрать своё. Получится ли только это у вас, это уже вопрос. Вы тогда остались недовольны судейским решением, то есть сразу после боя к вам бразилиц подошёл, вы даже как-то на него будто бы внимания не обратили и сразу с ним ушли. Ну, там похожая ситуация была, там публика Словении тоже расцвистала решение и посчитала, что я выиграл. Поэтому, ну, я не знаю, там сложность была в том, что в первом раунде я сломал себе две руки, я вышел незатейпованный. И что-то, ну, короче, вот такая вот ситуация. Это были фаланги кистей, что на правой, что на левой руке. Поэтому я в большей степени из-за этого был ещё недоволен. Потому что я, как сейчас, тоже помню эту ситуацию. Это первый раз, когда в профессионалах мне пришлось драться со сломанными руками. Я сел, я вижу, что у меня палец играет. Ну, то есть, ты трогаешь, ты чувствуешь, как кость туда-сюда ходит, то есть, она сломана. Я говорю Лёше Заженкову, ну, я сломал кость. Говорит, что делать? Я говорю, ну, а что делать? Ничего, дерёмся. Всё. Да уж. То есть, в самом первом раунде, ну, то есть, по сути, в начале поединка всё это делалось. Да, я не знаю, когда это было. Просто я помню, что образовалась пауза. Вот когда, только между первым и вторым раундом, я просто сел, им показал, и показал этот перелом. Потому что этот перелом был у меня на правой руке, это большого пальца, фаланги большого пальца. Она, ой, вру, то есть, на левой руке. Вот здесь, если сравнить, она у меня даже короче. Вот тут, вот тут. И она играла. Ещё у меня был компрессионный перелом на правой руке, это указательного пальца, фаланги. Но там и тяжело диагностировать. То есть, потому что это компрессионный перелом. А здесь было легко, потому что кость была сломана, и она, говорю, щёлкала. Я её спокойно двигал. Но, тем не менее, в полную силу вы бить, ну, понятно, не могли, наверное, при таких травмах. Да сложно сказать. Нет, ну, бил же этой рукой. Насколько сильно сложно сказать. Как-то так, аккуратно. Всё-таки, ну, аккуратно. Там больше она на зах... Ну, там, знаете, больше психологически тебе сложно. Когда у тебя есть проблемы, тебе сложно психологически. Тебе не сложно. Если ты нормально настроен, если у тебя с духовыми качествами всё в порядке, то боли ты особо не почувствуешь. Ты можешь потерять сознание от боли. Но, вы знаете, если ты начал кричать, если ты начал изображать, это однозначно, ты просто играешь на публику. Это однозначно. И здесь вот такая вот ситуация. Поэтому, ну, что сказать, говорю, просто пришлось драться психологически очень сложно. Потому что ты понимаешь, что у тебя не всё в порядке. Ты понимаешь, что каждый новый удар может усугубить твой перелом. И так далее, так далее. Тем более, этот перелом чуть-чуть, кстати, мы потом, когда смотрели, чуть-чуть, ещё бы чуть-чуть, и он бы разбил бы сустав. А это бы уже серьёзнее было. То есть в кость в кость заходило. Кость стала короче из-за этого. Но зато, знаете, приятный момент. Впервые мне за границей наложили гипсы. И это очень сильно отличалось. Я потом приехал ещё сюда. И здесь, когда их снимали, так удивлялись у меня в Омске, как в Словении ложат гипсы. Какие там хорошие снимки. Я туда привёз снимки профессиональные. Не такие, как у нас, там, ручкой, знаете, там пишут фамилию. Всё там, всё профессионально. Ну, короче, это очень на контрасте отличалось. Короче, медицину испытал на себе европейскую. Европейскую, европейскую, да. И вы же там, по-моему, ещё с этим, с Денисом Сивером на этом турнире познакомились, по-моему. Да, да. Да, да, точно, точно было дело. Он же там тоже Амич выступал. Ну, там, знаете, мне показалось, что Пеле во втором поединке сами как-то пободрее выглядел. То есть, он там явно и двигался получше. Ну, может быть. Просто мне кажется, я был чуть-чуть подломлен из-за переломов. Психологически просто чуть-чуть. Ну, я хочу сказать, Пеле мне очень сильно ноги ещё отбил. Он очень хорошие лукики пробивает. Как бы для меня это тоже было впервые в жизни испытание. Но не знаю, что ещё было легче испытать, перенести боль от переломов или от того, что тебе ногу всё отсушили. Там тоже видно, как я на неё поднимаю. Ну, он мне очень хорошо отбил ногу. Ну, посерьёзнее. Он, наверное, и подготовился, конечно. Он всё-таки уже понял, что соперник-то, в общем, серьёзный. Ну, может быть. Может быть, серьёзнее подготовился. Но я говорю, тяжело психологически драться, когда у тебя проблемы. Когда у тебя проблемы с двумя руками. Я тут недавно интервью с Боровского смотрел. Там небольшой фильм. Просто был про него, по-моему. Может быть, даже вы, кстати, выкладывали в Инстаграм. И он там сказал, что вы этот бой выиграли в Словении. То есть, он, видимо, не принял тот бой за поражение. Ну, да, он не принял, да, за поражение. Потому что и со сломанными руками дрался. Он тоже это отметил. Вы какой поединок ставите на первое место, где по отношению к вам была максимальная несправедливость со стороны судей? Вот эти два боя с Ланди Джонсоном, точнее, какой-то из них. Нет, я с Мусаси всё-таки поставлю. С Мусаси. Мне кажется, с Мусаси он более... Скажу почему. Потому что всё-таки, когда мы дрались с Пеле, там ещё действовали старые правила. Когда мы дрались с Мусаси, только ввели новые правила. И если смотреть и брать во внимание те новые правила, то по этим новым правилам победил я. И здесь ещё не в том даже по ущербу посмотреть нанесённом. Понимаете, оно же по многим показателям оценивается. И самый-то прикол был не в этом, а в том, что Джимми Смит отдал мне победу в двух раундах. То есть это тот рефери, который был... Коргой, не рефери. Это независимый судья Беллатера. А я считаю Джимми очень грамотным специалистом. По крайней мере, я ни разу не видел его в каких-то ошибках. В ошибках я его ни разу не видел. Поэтому, знаете, поэтому однозначно вот именно тот бой, мне кажется. Я не спорю, да. Там можно по-разному говорить. Но всё-таки я считаю, что нужно оценивать концовку и желание победить. А оно явно было на моей стороне. В том бою именно с Мусаси. Что ж, ваш четвёртый бой с бразильцем. Маркос Антонио Сантана на турнире «Самбо-70» в Сочи в 2011 году. Но выиграли вы, в общем, достаточно просто. Через полторы минуты после начала боя нокаут сделали. Я настроился хорошо. Да? А почему? Ну, потому что атмосфера там была такая, что там нельзя проигрывать. Ну, то, что там Путин был? Ну да, но и не только он. И смотрите, это, наверное, из всех моих боёв на тот момент больше всего внимания было приковано. Я был капитаном команды, капитаном сборной России. Я был... Не то, что даже он сидел, но столько внимания от телекамер, столько внимания от федеральных каналов я ещё не испытывал на себе. Ну, на тот момент. Потому что ММА-индустрия, сами знаете, в тот момент была не так уж развита. Турниры мы смотрели только в основном в интернете и в повторах, чтобы в прямом эфире по федеральному каналу показали. Такого не было. Да, там ещё, кстати, и другие персоны подъехали. Там Фёдор был, Кличко был. Фёдор тогда ещё... Ну да, да, я вот и говорю, те люди, на которых ты равнялся, по сути, Кличко, Фёдор, когда ты смотрел их бой, и они теперь сидят и смотрят твой бой, это психологически тоже так мотивирует. С Путиным о чём говорили после боя? Он же весь там вас награждал и так далее. Ни о чём, а чё ты можешь сказать? Пару слов. Может, он вам там что-то особенное пожелал, не знаю. Нет. Удачи и здоровья, и всё. Ну что ж, ваш пятый бой с противницами, с фитером Авианной, Гран-при Белла Торо. Финал уже получается. Бой практически весь в стойке прошёл, хотя он там чёрный поиск был. Да, очень нервный был для меня бой, потому что, опять же, все же знают и все считают, что я плохо борюсь. А Авитор Виану – это признанный был борец. Он был, ну, очень хороший, на хорошем счету. Конечно, это не Жаккаре, но очень близко по титулам тоже к нему был на тот момент. И для меня это был очень такой нервный бой и показательный, смогу ли я противостоять такому хорошему, серьёзному борцу. Ну и всё получилось. Ну, в общем, там всё в стойке было, и, честно говоря, со стороны он нервным для вас не казался. Вы там порой даже просто на публику играли, там всякие там жесты делали, типа «Иди делись». Ну, было, было немножко, да. Немножко было. На что бонус потратили, помните? 100 тысяч долларов, да, получается. Да, конечно, помню, на ремонт в квартире. Первый был потратен на квартиру, второй на, короче, там жить нормально. Россия! Андрей! Спасибо! Алёна, я тебя люблю! Мама, пап, привет! Мы чемпионы! Человек, который всегда помнит, что он выступает за Россию. А вот он про бразильцев. Он там лежат! Шестой бой с бразильцем, ну, наверное, самый известный, пожалуй. С Фалькао, когда мы стали чемпионом Абелатор. На дуэре взглядов Фалькао изобразил разговор по телефону. Мне кажется, это вам не очень понравилось, что вы тогда, так скажем, какие чувства тогда испытали. Ну, вообще неприятно, когда тебя не уважают, когда тебе так относятся, ещё и ты публично. И, знаете, хорошо, когда получается за это наказать. Получилось всё в лучшем виде. Ещё и если бы он так не сделал, я бы не сказал знаменитую фразу, что бразильцы вон там лежат. Просто люди многие не понимают, почему я это сказал. И кто-то мне пытается привязать, что это я такой, не уважая соперников или всё. Ну, посмотрите, взвешивайте. А многие-то это видели. Кто это смотрел, они все поняли вот эту фразу. Им не нужно было это объяснять. Они видели вот это вот отношение. На этом ещё Абелатор заострил внимание, это как-то помню. Потому что, ну, это не типичная была ситуация, когда он, типа, там не заметил. Он кто-то позвонил. Он такой весь деловой, крутой. Короче, ну, хорошо это для него не закончилось. А смотрите, там просто обрывается трансляция. Ну, там просто переключилось, по-моему, то ли картина, то ли что-то ещё. Вы же сразу после того, как эту фразу сказали, вы же направились к его углу. То есть, я не знаю, или его там за вы поблагодарить или что-то в этом роде. Да не знаю, что-то произошло. Ну, пошёл посмотреть, ну. Типа, всё ли с ним в порядке? Не знаю, может быть, поезд пошёл искать, где поезд лежит. Не знаю, о чём я пошёл на самом деле. Да, ситуация с телефоном, она была единственная, которая вам не нравилась перед этим поединком или что-то ещё было. Ну, я не знаю, может, какие-то пересечения в гостинице там не особо приятные или что-то. Да нет, не пересекались. Просто он как-то вёл себя очень высокомерно и всё. Ну, он же такой, типа... Да я на самом деле, я на самом деле был готов. У меня в первом гран-пи-финале тоже себя повёл Брайан Бейкер недостойно, я считаю. Тоже надо мной посмеялся, что я низкого роста присел. И так сделал вид, что я, типа, невысокий, а он такой высокий и крутой. Ну, тоже расплатился. Ну, понятно. Ну, да, ну, это же... Фалькао, он же, типа, какой-то там гангстер, там, пулевые ранения, что-то там. Ну, знаете, я вам хочу сказать, что мы родом, я вот из Сибири, живу на окраине. И наших ребят, ну, как-то испугать какими-то гангстерами очень тяжело. Поэтому ту школу, которую я на улице прошёл, воспитание... Ну, я был в Бразилии, был один там, вот, кстати, в Манаусе. После Манауса я в Сан-Пауло ещё жил два дня. Один, совершенно один. Не в центре далеко ходил там. Смотрел, ну, там всех же пугает, что там всё так страшно, всё это. Ну, знаете, у нас бывает и пострашнее ситуация. Вы тогда жёстко его обработали по корпусу, ну, то есть удары по корпусу стали решающими. Это, так скажем, часть геймплана была? Ну, да, печень пробил. Ну, это мои коронки просто. Особо... У меня особо, знаете, не всегда получается выходить с геймпланом. Особенно, когда меня кто-то выводит из себя, как с ним. Геймплана не было. Просто было сделать ему как можно больнее. Чтобы он, короче, свою высокомерие и свой пыл как-то преуменьшил. То есть вышли его уничтожать, мне к слову. Ну, да. Так получается. Ваш седьмой бой с Бразильцем Бруно Силова, тот самый. Ну, там я отнёсся халатно к бою, как и много раз. Почему-то посчитал, что, знаете, когда соперник на бумаге не очень сильный, и я должен легко его проходить. Я могу там какие-то эксперименты сделать, как-то настрой у меня был. И, ну, не буду ничего говорить. Ну, проиграл этот бой. Хотел бы встретиться с ним ещё раз. Может быть, получится. Он же выйдет когда-то со своей дисквалификацией. Может быть, в UFC. Может быть, я подпишусь туда. Не знаю, как будет. Я бы с ним с удовольствием хотел бы встретиться. Потому что считаю, что в том бою ещё рефери очень рано остановил. Это моё мнение. Пускай многие с ним могут не согласиться. Но я-то знаю. Я был в нокаутах. К счастью, только один раз. Но знаю, что это такое. Смотрите, вот я прав, что вот его победная. Атака началась после того, как вы решили ему в ногу пройти. Вы схватили его за ногу, и он ударил в прыжке коленом тогда. И после этого... Нет, на самом деле я просто как-то дрался так, как-то. Ну, не так, как должен был драться. И он мне в висок попал с правой руки возле канатов. И когда вам попадает в висок, ну, те люди, которые испытывали, могут меня понять. Порисходят два момента. То есть в жизни есть два момента. Когда вас отключают, когда вы не помните какой-то промежуток времени, это опасные вещи. И когда вам попадает... Это, как правило, в челюсть бывает, когда попадает. Когда попадает в висок, там больше почему-то происходит, знаете, такой заторможенность. То есть вы всё видите, всё соображаете, но тело ваше не совсем слушается. Оно чуть-чуть заторможенно работает, и вы не можете быстро там какое-то время там руками свести или что-то сделать. Но при этом вы всё видите и всё помните, и все удары вы помните прекрасно. Так же было и в этой ситуации. Почему я и говорю, что это была рана остановка. Потому что если бы я этого не помнил, этих моментов... Ну вот он мне попал раз, и всё. А потом уже больше там то, что у меня тело особо не слушалось, там были удары толчкового типа. Он меня просто забивал в эти канаты, я в канаты чуть-чуть провалился. Если бы это была сетка, тоже было бы по-другому. И подзастрял чуть-чуть в этих канатах. Но опять же могу сказать, я очень много пересматривал этот момент. Я ещё раз говорю, со мной могут кто-то там не соглашаться, но я говорю как есть, не оправдываясь, не придумывая. Ноги при этом у меня остались неватными. То есть я не потерял, я не упал. Я подсел, он меня пробил, он мне попал в висок, он меня чуть-чуть болтанул. То есть, знаете, нокдаун. Но при этом ноги у меня остались напряжёнными. И я сам удержался. И застрял в канатах просто вот и всё. Я не знаю, говорю, я не знаю. Да, мы не узнаем сейчас, как было бы. Если бы судья не остановил, может быть, он бы там меня добил. Но я думаю, что нет. Потому что вот как я сейчас помню, как только я руки всё-таки поднял, почему он тогда раньше не остановил? И как только их начал пытаться подносить, чтобы защищаться, Слава остановил бой. Всё. Вот вы сказали про халатное отношение. А халатное отношение Александра Шлеменко к делу, это как вообще это выглядит? Ну, просто, знаете, когда ты знаешь, что тебя сейчас ударят, как я с Манхуфом дрался, как я дрался с Пиле первый бой, как я дрался. Ну, очень много у меня таких бойцов было серьёзных. Например, Дэвид Бранч. Когда ты знаешь, что тебя сейчас просто уничтожат. Это такие сильные бойцы, и ты не можешь ни на секунду расслабиться. Ты сконцентрирован. Ты за каждый шаг свой отвечаешь. Ты смотришь. Тот же Мусаси у меня был точно такой же. Я так же к нему отнёсся. А когда ты выходишь драться с не... Ну, как... Я ещё раз говорю, на бумаге с не очень сильным соперником, как будто ты можешь позволить себе работать, как на тренировке. Ну, к примеру. Вот у меня такое бывает. Я не знаю. У других, может, не бывает. Чуть-чуть расхолажено. Ну, вот, например, могу сказать, что мне показалось, что вот Артур Гусейнов в последний свой бой подрался вот с тем бразильцем, с которым я буду драться, вот именно так же. Это моё мнение. Потому что я тоже видел, Артур очень сильный боец, крепкий. И мне кажется, что если бы не был второй бой, то там могло быть всё совершенно по-другому. От настроя уже зависело. Но, видите, бывают вот такие бои, когда ты, к сожалению, можешь себе позволить расслабиться в каких-то моментах, а напрячься уже не получается. Это не у всех, не спорю. Например, тот же Хабиб. Вот, в нём есть его уникальность, что он всегда стабилен с любым соперником, какой бы ни был. Слабый, сильный, неважно. Он всегда стабилен. А вот у меня не всегда получается. И, как правило, у меня получалось, знаете, расслабляться с теми, когда тебя считали фаворитом явно. Ну, вот сейчас вас считают явным фаворитом. Ну, я себя сейчас не считаю явным фаворитом. Поэтому, знаете, сколько можно уже ловиться на вот эти моменты. Это для меня очень сложный бой. На самом деле, для меня с сильным соперником, где я андердок, намного проще драться, чем когда ты фаворит. Это очень сложно драться, потому что тебе нужно найти мотивацию, тебе нужно не сконцентрироваться, и тебе нужно не расслабиться. А кругом тебя все люди начинают расслаблять. Они тебе говорят, да ты сейчас легко выиграешь, да ты передышишь, да у тебя там все получится, все. И, знаете, короче, когда сильно хочешь, к сожалению, оно может и не получиться. Ну, и ваш последний бой на данный момент с бразильцем. Он был совсем недавно, два года назад с Вискардио-Андерадзе. Там достаточно был тяжелый для вас первый раунд, но потом, к счастью, уже все нормально. Он там выдохся, в общем-то, как мне кажется. Ну, как выдохся? Я бы планомерно тоже отбивал печенью и голову, не давал ему дышать. Ну, что могу сказать? Сильный боец, сильный. С бразильцами, знаете, сложно драться в России по одной объективной причине. Из-за отсутствия допинг-контроля. На самом деле. Это, ну, по крайней мере... А отраты ловили, кстати, в UFC-то на допинге как раз. Я знаю, да. Ну, и не только его. Я, например, с Дэвидом Бранчем дрался, которого уволили. Он был топ-10, как раз тоже за допинг. И поэтому, поэтому, ну, на самом деле, тяжело. Здесь нужно... Короче, нужно грамотно подходить. Нужно это брать во внимание. Все-таки, что ты можешь по мощи проигрывать. И все. Не всегда это получается брать. А так, ну что, в Вискарде меня удивил. Удивил своим напором, удивил своей мощью. Ну, а что, в принципе, удивительного? Знаете, он Мартынова Сергея вырубил с одного удара. Все-таки это показатель. И меня так впервые подловили. Он меня подловил на бэкфисте. Обычно мне в ноги постоянно прыгали. А здесь как-то я вроде словил и не сильный удар, но как-то он меня все равно чуть-чуть потряс. Не скажу, что сильно, но потряс он меня все равно. Вот этим, каким-то таким, знаете, я сам больше на него наткнулся. И вот этой мощью, прытью, которую он хотел меня нокаутировать возле сетки. Я считаю, что тут очень грамотно сработал рефери. Я, конечно, не могу сказать, что тут они похожи в бои, но считаю, что они очень похожи с Бруно Сильвой. Только разница в чем? В том, что я не застрял в канатах, это раз, и я мог двигаться, потому что в сетке все-таки более удобно перемещаться, и когда тебя забивают, когда ты стоишь. Ну и вот, вот так. У вас есть какое-то стереотипное представление о бразильских бойцах? Может быть, вот что-то заметили, в чем они реально все, ну не все, но, допустим, практически все похожи? Похожи? Ну, в джиу-джитсу, наверное, они похожи. Да, сложно сказать. У них, знаете, у них техника либо тайский бокс, либо джиу-джитсу. Тайский бокс у них нестандартный, очень корявый. К нему тоже тяжело приспособиться, потому что под непонятными углами летят. Ну, а так, в целом, могу отметить, что это бойцы однозначно. Нельзя назвать их слабыми. Если посмотреть, они чем-то на нас похожи. Может быть, то, что у них тоже народ живет небогато, бедно, и у них, в принципе, с силой духа тоже все в порядке. Они работают до конца. Например, вот тот же Жакаре, я видел его схватку по борьбе в кимоно с этим. На М1 был чемпионом, я его забыл, как его. В Могильяеш. Да, в Могильяеш. И Могильяеш ему руку сломал. То есть он ему взял амбар, от Жакаре не сдавался, у него вывих локтя произошел, и он хотел еще дальше бороться. Понимаете? Это сила духа конкретная. Поэтому бразильцы, точно я могу сказать, если вы деретесь с бразильцем, то легкой прогулки у вас не получится. Это сразу можно. Например, если вы хотите полегче соперника, ищите кого-нибудь из других каких-то стран, более таких мягеньких, можно так сказать. А бразильцы, они, знаете, как и мексиканцы в боксе, это неуступчивые такие будут бойцы, которые будут, в принципе, работать, работать до конца, ну при должном настрое, конечно же. Бывают у них там тоже какие-то сбои, это тоже бывает. Но, как правило, вот сколько я знаю, у них вот общая такая оценка, они будут до конца идти. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok